Всем привет! Всем привет! Всем привет! Привет, дорогие друзья! Привет, девчата! Добро пожаловать на мой канал! Всем привет, дорогие друзья! Моему каналу год. На самом деле, год с небольшим уточнением. Я не в 2020 году открыла этот канал, но таким, каким вы его знаете, он существует год. Мы сошьем платье, которое моделировали в предыдущем видео. Новый обзор на бурду. Это видео о пошиве муслинового костюма. Это должен был быть швейный влог. Мы будем шить костюм. Все началось еще на последнем курсе университета, когда я училась на журналиста. Я тогда открыла этот канал, и у меня была совершенно иная тематика. Это было очень-очень давно, и, возможно, даже уже неправда. Я скрыла эти видео. Сейчас абсолютно канал по-другому выглядит, я по-другому мыслю, и все по-другому. Но и год назад вышло не первое видео у меня. Ходили до этого где-то полгода видео разного характера. И о беременности, что-то личное, и какие-то совместные видео с моим мужем. Также я шила многие вещи для ребенка. Я тогда ждала дочку. Я шила и бортики, и конверты, показывала. В общем, все это на этом канале. И так зарождался швейный блок. Когда я родила, мы вернулись из роддома 8 августа. Дочка спала. Мы были с мужем на кухне. Я варила креветки для пасты праздничной, потому что мы вернулись домой. Мы обсудили, как будет выглядеть этот канал, вообще, что я хочу, что будет дальше. Потому что нужно было понять, это просто развлечение или это работа, или это серьезное дело. И мы решили, что нужно заняться YouTube вплотную, серьезно. Нужно к этому делу, как к работе, в общем, серьезно нацелились на то, чтобы YouTube приносил доход в семью. Были разные времена. С момента того, как я начала выгружать видео, пандемия была. И, наверное, вот это все и рождение ребенка сыграло свою роль. Я решилась, что да, я хочу, чтобы этот канал рос. Еще какое-то время я выгружала видео личного характера. В том числе я выгружала одно видео в неделю личное и два швейных. Через какое-то время я поняла, что мне лично делиться не так интересно, как интересно делиться больше швейным. Все-таки у меня есть швейное образование. Мне хотелось быть не просто человеком, который рассказывает про свою жизнь. У всех есть такая жизнь. У всех есть свои проблемы, семьи, дети. Что-то, что связано с моей профессией, с моим швейным образованием, с моим швейным опытом. Есть не у всех. И поэтому я решила, что я хочу вести более узконаправленный канал. Сузила нишу и стала выпускать только швейные видео. Ну, кстати, вы еще также заметили, что выпускаются еще и ремонтные видео. Но это как некоторое такое разбавление швейного контента для тех, кому интересно и немножко личного. Таких видео выходит буквально два в месяц из 12 видео. То есть, да, я каждую неделю, если вы заметили, выпускаю по три видео в неделю. Итого 12 в месяц. Это стабильно происходило как раз-таки с 8 августа 2020 года. Именно с этого момента, я считаю, что моему каналу год, с этого момента началась работа вплотную. Моей дочке было тогда три дня. И с тех пор не было ни одной недели, когда не вышло бы три видео в неделю. Были разные ситуации, и ребенок болел, и капризничал. Ну, в общем, все, что происходит с детьми, вы наверняка знаете, это все было. Как-то мы справились. И вот уже год. И я немножко в шоке с этого. После того, как я определилась с нишей моего канала, ну, в принципе, это было несложно. Я сама слежу за швейными блогерами. Мне очень интересна швейная тематика. Я, когда нахожусь в какой-то там апатии или в упадке сил, я всегда иду в швейные блоги. И меня это всегда мотивирует, заряжает. И я после того, как несколько дней в швейных блогах проведу, я опять хочу шить. И мне прям радостно жить. Я захотела стать тоже человеком, который вдохновляет так или иначе людей, которые тоже любят делать что-то своими руками. И таких людей оказалось очень много. И после определения моей ниши люди начали находить мой блог, начали подписываться. И число подписчиков моих росло. И на сегодняшний момент на канале более 13 тысяч подписчиков. А начинала год назад я с того, что у меня не было и тысячи подписчиков. И даже кто-то начал отписываться. Эта тысяча подписчиков у меня была еще с предыдущих вот тех времен. И как только у меня ниша сузилась, многие отписались. Это нормально. Вот. Это был такой шаг назад, чтобы дальше увереннее двигаться вперед. Канал начал расти, набирать обороты. Моя цель на тот момент была монетизация к концу 2020 года. Я планировала монетизировать канал. Для этого необходимо было тысячу подписчиков на канале. Четыре тысячи часов просмотра за все количество времени. В общем, люди должны были меня четыре тысячи часов просмотреть. Я планировала это сделать к декабрю 2020 года, но сделала в октябре. И, конечно, меня это невероятно сильно мотивировало делать еще круче, еще больше. Если посмотреть на мой канал год назад, там, 10 месяцев назад, вы можете увидеть какие-то несложные пошивные видео, потому что у меня все-таки был маленький ребенок. И это, конечно, очень сильно сказывалось на контенте, потому что у меня выходил контент достаточно простой. То есть, мы шьем шапку, мы шьем леггинсы, мы шьем футболку. Что-то такое, что я могла достаточно быстро сшить, потому что все-таки маленький малыш требовал очень много времени. Кроме съемок, нужно было еще смонтировать материал. И я, конечно, все это старалась делать. Я сейчас говорю, это всего лишь прошел год, а я уже многих моментов и не помню, каких-то сложностей. А они были, и было их достаточно. Но все равно все это привело меня к тому результату, который есть у меня сейчас. Монетизировалась я в октябре. Конечно же, это были какие-то незначительные деньги в начале. Доход, подписчики, все-все-все органично росло. Я не вкладывала ни в какую рекламу деньги. Прирост подписчиков, прирост прибыли шел очень органично. Я не плачу, у меня глаз течет почему-то, слезится. Каждая новая цифра нового дня меня невероятно сильно мотивировала. Я продолжала делать это дело. Каждый комментарий меня также мотивировал. Были, конечно, времена, когда я думала, что я это снимаю все в стол, что посмотрела 100 человек, посмотрела 300 человек. Это для меня было мало. Я думала, что я делаю что-то не так. Но продолжала. Делала, делала, делала потихонечку, маленькими шагами шла к своей цели. Кстати, очень интересно узнать, в какой момент вы, именно вы, пришли в мой канал и подписались, когда вы обо мне узнали. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне будет очень интересно это почитать. Итогом моего года работы на канале явилась не только монетизация и стабильная достаточно зарплата с канала. Еще итог — это приход рекламодателей интересных. И работа с ними — это тоже безумно интересная часть блогерства. Поначалу я выбирала разную рекламу, практически любую, потому что все-таки это было ново, и мне было интересно получить дополнительный заработок, дополнительные какие-то плюшки. Но сейчас, на данный момент, я стала более избирательно подходить к рекламе и к бартеру. Выбираю только около швейной тематики и те, которые мне интересны и мне нравятся. И это тоже, конечно, очень приятно, что я имею возможность выбирать, нравится мне продукт или не нравится. Заработок с YouTube тоже позволяет мне делать качественную отборку рекламного контента. Возможно, вам будет интересно узнать, как происходит работа с кулисьем создания видео, создания контента на канал. Это достаточно уже слаженная работа. За творческую часть отвечаю я. Я создаю контент-план. Мы вместе с мужем его прописываем. Но, в принципе, генерирую идеи на швейные темы я, конечно же, потому что муж никак не связан со швейным тематикой. Я выбираю темы, я выбираю, что шить. Стараюсь мониторю контент, прописываю план на видео. Я снимаю видео, разговариваю. Я монтирую видео. Но за технической частью наблюдает мой муж. Он отвечает за работу цвета, звук, картинка, качество картинки. Он мониторит какие-то хэштеги, как это все упаковать. В общем, за упаковку отвечает в основном муж. Он также делает обложки. Это, конечно, очень классная, слаженная работа. Мы вместе что-то ищем, что-то придумываем, одобряем. Муж у меня видеограф, и поэтому вы видите качественную картинку с качественной камеры. Профессиональный, вы слышите хороший звук. Если возникали какие-то косяки в этом плане, мы оперативно исправляли все. Ну, практически в режиме онлайн выходило видео. Если был косяк, мы его исправляли в следующем видео. Это, конечно, тоже достаточно трудоемкое занятие. Если вы видите картинку, и вас ничего не смущает, ни музыка, ни цвет, ни свет, ни звук, ничего, то значит, все происходит правильно. Вы не видите за кадром, но вот есть свет, который освещает мое лицо, чтобы не было никаких теней. Есть свет, который делает контровой свет, и картинку более интересной. Он стоит, например, под манекеном раз, здесь два. И периодически появляется еще и третий свет. За все вот это вот отвечает мой муж. За что ему, конечно, огромное спасибо. Наверное, если бы я одна отвечала за все, это было бы гораздо сложнее. Хэштег Антон молодец. Ну и, конечно, за мое вдохновение, за то, что меня так сильно прет от всего этого дела. За то, что выходят все еще три видео, за то, что я генерирую эти идеи вообще, за то, что канал продолжает жить и живет в режиме нон-стоп, отвечает моя вдохновительница и моя муза, моя дочка Матильда. Не последний человек в создании этих видео, потому что, скорее всего, если бы ее не было, возможно, не было бы и канала. Все-таки Матильда явилась таким толчком в том, чтобы определиться, будет ли этот канал более профессиональным или это будет просто хобби. И если, конечно, я бы выбрала, что этот канал как хобби, то, скорее всего, я бы забросила бы его, потому что все-таки сложно было бы тянуть хобби, какую-то работу и ребенка. Сейчас все вот произошло так, как произошло, и Матильда не последний человек в том, что вы в том числе смотрите это видео. Можно подытожить планами на будущий сезон, на будущий год на канале. Канал будет продолжать существовать, это как минимум. Будут продолжать выходить три видео в неделю. Я очень сильно стараюсь разнообразить контент. Я думаю, что дочь взрослеет. Будет, скорее всего, за этот год тоже какие-то изменения, и, может быть, она пойдет в какой-то там садик на полдня или еще что-то. Не в ближайшее время, а вот, может быть, там через полгода. И я думаю, что это также повлияет на мой контент в хорошую сторону, потому что будут больше времени на реализацию каких-то задумок. Ну и плюс ко всему она будет взрослеть, и, может быть, будет сама с собой немножечко играться, и это тоже повлияет в хорошую сторону на контент. В общем, Матильда будет благоволить в сторону рождения новых, интересных и сложных, в том числе видео. Также в планах есть смена некоторого дизайна самого канала. Мы собираемся с мужем поработать вплотную над обложкой, например, над какими-то видео, внутри видео. Кое-что планируем обновить, кое-что планируем изменить. Это все будет происходить в течение этого года. Думаю, что вы это все увидите, подписавшись на мой канал и поставив колокольчик, не пропустите. Где-то глубоко в душе думаю или я мечтаю. Я планирую, я не знаю, как пойдет. К 8 августа 2022 года я хочу, чтобы на канале было 30 тысяч подписчиков. Но могу я тут пожелать. Я думаю, что сбудется. Поставлю такую небольшую цель. О, 30 тысяч подписчиков будет на моем канале к 8 августа 2022 года. Кстати, я хотела спросить вас еще, что вам нравится на моем канале и что не нравится. Что бы вы хотели изменить? Что бы вы хотели, может быть, увидеть, какие видео, какое обновление? Может быть, что-то вас не устраивает в картинке, в звуке и так далее? Обязательно я жду вашу обратную связь в комментариях. Мы хотим улучшить максимально качество и контента, и картинки. Все-все-все. Поэтому обязательно пишите свои мысли. Все-все читаем и все ждем в комментариях. На этом я заканчиваю это видео. Спасибо, что вы со мной. Спасибо, что подписываетесь на канал. У меня еще есть инстаграм швейный. Там я тоже стараюсь развиваться. Конечно, очень сложно работать в направлении двух блогов. Это такой дополнительный, тоже дополнительная работа. Выгрузка постов и генерация сториз в инстаграм. Но я стараюсь. И поэтому мне очень приятно будет, если вы подпишетесь на меня в инстаграм. Ссылку вы найдете в описании. И на этом я с вами прощаюсь точно. Мы увидимся в новом году моего блога, в новой жизни моего блога. Мы увидимся в новых видео. И я всех целую. Всем пока-пока.